Оперативное совещание началось с представления нового должностного лица. На должности заместителя главы Дмитровского городского округа назначен Юрий Большаков. Перед началом совещания глава округа Илья Поначевный вручил благодарственное письмо ведущему инспектору отдела организационного обеспечения с общественными организациями Ларисе Гусаровой. Заместитель главы Дмитровского городского округа Московской области Елена Виноградова доложила о состоянии памятников Великой Отечественной войны и воинских захоронений. На территории Дмитровского городского округа находится 209 памятников воинской славы, в том числе 60 воинских захоронений, 2 памятника Вечный огонь, 124 обелиска, 7 мемориальных комплексов, памятный знак воинам 1-й и 30-й ударных армий, мемориал танк Т-34. По докладу Елены Виноградовой 25 памятников нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, и еще 60 в уборке. Во всех территориальных управлениях проведены мероприятия по уборке воинских захоронений, памятников и прилегающие к ним территории. Почти на 90% готовность памятников в территориальном управлении номер 1, на 76% выполнена работа в территориальном управлении номер 2, на 51% в теруправлении номер 3, на 100% в теруправлении номер 4, на 79% в теруправлении номер 5, на 80% в теруправлении номер 6, на 41% в теруправлении номер 7. Особую озабоченность вызывает воинское захоронение на городском кладбище «Красная горка» в Дмитрове, где сотрудники МАЭСК опилили ценные деревья. Я лично разговаривала с руководителем этого отделения, мне говорят, читайте письмо, когда я предложила ему убрать вот эти непосредственно в визе, хотя захоронение, вот здесь непосредственно очищенные стволы от солнца, он сказал, читайте письмо, а он пишет, что прошу вас обязательно в кладбище провести удаление стволовых деревьев в охранной зоне, в отдалении 110 килового северной сети, готов оказать содействие по допуску с работой в охранной зоне. Но так не работают. Я думаю, что здесь есть предметный разговор и природоохранных органов, и, соответственно, здесь нам нужно работать или можно даже обращаться и в правоохранительные органы. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный поставил перед своими заместителями несколько задач. До 1 мая полностью завершить ремонтные работы на памятниках, закончить уборку территории воинских захоронений, закрепить все памятники и воинские захоронения за обслуживающей организацией и составить общую смету для проведения необходимых реставрационных работ. О состоянии муниципальных кладбищ рассказал заместитель главы округа Валерий Лазовский. На территории округа на площади 198 гектаров расположено 78 кладбищ. К каждому из них предъявляются определенные требования. В апреле была проделана большая работа по очистке территории кладбищ, спилу деревьев, подвозу воды и песка. Только мусора было вывезено более 400 кубометров. К вывозу мусора с кладбищ подключился Сергий Вопосадский региональный оператор. Больше всего нареканий со стороны населения вызывают сельские кладбища в селах Рогачево, Куликово, Очево. По словам Валерия Лазовского, не все кладбища имеют подъездные пути. К сожалению, работы начались с опозданием только с 20-го числа, то есть в прошлой субботе, после неоднократных обращений, работы эти начались. Уже вывезли практически 65% мусора с основных, прежде всего, кладбищ. И здесь отдать должное, что все-таки региональный оператор задержал свои обязательства, работа проводилась. Буквально вчера и сегодня осуществляется постановка контейнеров на все остальные кладбища и заверение в том, что до конца недели, то есть до Пасхи, мусор будет из кладбищ вывезен. Заместитель главы округа Олеся Митякова выступила с докладом о ходе весеннепылевых работ в аграрном секторе и борьбе с борщевиком Сосновского. Работа по посеву сельскохозяйственных культур – самый важный этап производственного года, во многом предопределяющий итоги работы всей отрасли сельского хозяйства. В настоящее время предприятия подготовили сельхозтехнику к весенним полевым работам на 95%. В 2019 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур района составит 33 тысячи гектаров. За последние три года посевная площадь увеличилась на 3,2 тысячи гектаров. В настоящее время предприятия заканчивают баранование, проводят подготовку почвы под посев и приступили к посевным работам. Самый лидер в данной области – это дмитровские овощи. Они ежегодно увеличивают у нас посевы. Хотя, если обратить внимание на слайды, большого увеличения объема посева овощной культур, зерновых культур не завладим. А это останется нам приблизительно на уровне прошлого года. Что касается мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, то уже проведены торги, заключены четыре муниципальных контракта на выполнение работ по удалению борщевика. Согласно действующему административному кодексу за ненадлежащее содержание территорий, зарастающих борщевиком, физическим лицам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей, юридическим – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Начальник отдела сельского хозяйства Алексей Бугаев напомнил, что первая обработка начнется с середины мая и продлится месяц. Существует несколько способов борьбы с этим ядовитым растением – механическое, химическое и комбинированное. Председатель Совета депутатов Михаил Зернов просил обратить особое внимание на собственников земельных участков и Гослесфонд, который зачастую игнорирует предписания администрации и надзирающих органов. Продолжение следует...